Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 5. Начертив тетради две пары отрезков СЕ и ТР и БЦ и ЛМ, как показано на рисунке. Восстанови четырехугольники СТЕР и БЛЦМ по их диагоналям, какой из них является прямоугольником. Перечертим рисунок и построим четырехугольники по их диагоналям. Обратите внимание, какова длина диагонали СЕ и какова длина диагонали ТР. Они пересекаются и точка пересечения делится пополам. Точно так же рассмотрим внимательно. Поставив точку В, отступаем в сторону 1,5 см, три клетки, поднимаемся вверх на 6 клеток, то есть на 3 см, ставим точку Л. Затем отступаем влево на 1,2,3,4, на 9 клеток, затем вниз на 3 клетки ставим точку С. То есть как бы мысленно вот здесь мы рисуем вот такой прямоугольник, чтобы не ошибиться во время перерисования клеток. Вот такой прямоугольничек как бы мы рисуем мысленно и смотрим, на сколько клеток в сторону мы уходим, на сколько вниз, чтобы найти точку С. и точно так же мы находим точку М. Достраиваем точку С до точки М. И тогда хорошо видно, где у нас будет находиться точка М. Вниз мы опускаемся на 6 клеток и в сторону на 3 клетки. Таким образом мы находим точку М. Перерисовали, затем достроили стороны наших четырехугольников, соединив вершины, соединив точки диагоналей. Четырехугольник БЛЦЭ будет являться прямоугольником, так как у него прямые углы. А четырехугольник СТЕР это не прямоугольник, это просто четырехугольник, который мы называем в математике ромб. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!